Да, да, да. Но им не дают такие комплексы. Это просто человек демонстрирует свои реальные возможности. То, что он выступает, например, в европейских чемпионатах. Он показывает эти формы. Как он может продемонстрировать? Он же не будет вам показывать, там, а кровать, там, простые какие-то элементы. Вот у нас есть дети уже здесь занимаются, они входят, им нравится. Они с удовольствием делают те упражнения, которые предлагают, в данном случае, наши инструкторы. Это, конечно, простые элементы, но, да. А вот взрослый человек с чего начинает венчун? Венчун – это реальная техника, конкретная, реальная. То есть, вот, если, скажем, чанцу, огнанцу – это искусство. Понимаете? Это искусство ведения боя. То есть, здесь, как бы, демонстрируются, ну, скажем, потенциальные возможности человека, да? То венчун – это некая реальность. Там не нужно прикладное. Ну, я не думаю, что это, как бы, прикладное, понимаете? Венчун развивает очень много таких элементов, которые крайне необходимы для человека вообще. То есть, давайте, вам поделиться. Да, ничего. Вот, смотрите, вот он стоит прямо, да? Нет, прямо, да. Есть такое упражнение, да? Мы мягко толкаемся. Представьте себе, что мы стоим на пеньках, которые высотой 5 метров. Вот вы меня толкаете. Давайте, толкайте. Я должен быть податливым и в то же время устойчивым. Толкайте, толкайте. Да. Но каждый раз он… Это аркидом похожее? Нет. Это принцип, имеющий отношение именно к технике венчун. Я толкаю и сталкиваю его, потому что я чувствую его, как бы, точку равновесия. Если ее нету, то он, как бы, двигается легко и каждый раз ему надо залезать. Толкайте. Да, да. Вот. И использование его, именно, вот он толкай сюда, я использую это движение. Понимаете? Аспиратор? Да, да, да. Вы? Нет, ну я просто, как бы, показываю, что это возможно. Да. И здесь нет силы. А здесь… Нет, я использую вашу силу. Вы меня тащите. Правильно. Но вы же толкаете. Да, вот, видите, вот. Вы толкаете, я использую вашу силу. Ну, допустим, вот элементарно, да, от кого удары тащите? Ну, очень хорошо, да. Вот я, он правильно, да? Да, да. Да, вот хорошие удары. А если вы бить, типа, кто-нибудь, какой-нибудь одевается на койку? Да, любой-то одевается. А в руке, там, какая-то? Это неважно, понимаете? Здесь существует… Нет, я просто, это очень важные такие простые вещи, они очень хорошо. Вот так, медленно, давайте, чтоб медленно, да? Вот. Вот. Делается так. Потому что здесь… А? Вы вставите… У вас… Нет, у вас здесь очень больно больно. Я тебя понимаю, что это больно. Просто, да. Но, в принципе, есть и другие вещи. Когда… Мягкое? Мягкое. Есть и мягкое, так. Бон сао, да, раз, и контратак. Скорее неправильно. Я просто показываю несколько вариантов, сколько угодно. Но вообще, вот в жизни, например, скажем, в бенчуге, там не допускается. Если человек встал в агрессивную форму, сразу удар. Вы и так не можете. Аккуратно. Понимаете? То есть, не допускается система того, что вы там меня будете захватывать или пить. Это уже поздно. Винчуны реагируют на импульс, а не на результат. Результат – это уже поздно. Скорее, вы берете в бенет и возвращаете его с большей силой. Да. Ну, вот не с большей силой, а на самом деле должна быть адекватность. Здесь очень интересный принцип. Смотрите, существует. Сожжим. Давайте сначала. Когда человек атакует… Вот, скажем, если это каратэ. Да? Ну, давай. Да. Прямой. Прямой, да. Прямой удар. Ну, в голову. Нас медленнее, чтобы я видела. Давай. Значит, я делаю блок. И тогда у него есть возможность атаковать с этой руки. В венчуне нет этого принципа. Блок-удар – это единая система. Есть вот удар и сразу контратака. Понимаете? Моментально. При этом существует принцип круга. Если человек длинными руками, то я не буду ждать этого момента. Понимаете? Есть атака уже по кругу. Более того, принцип. Если есть движение, я, уходя, прихожу к нему и атакую сюда. Когда ему неудобно. Я реагирую его движение. Я как бы его завязываю. И если у него проявление какой-то агрессивности, я сразу на него реагирую. Ну, не надо. А вот, допустим, захват, да, за руки. Да. Вот. Вот не за счет силы. Ну, я еще раз. То есть вот тут без удар. Да, да. Я понял, понял. Хорошо. Вот смотрите, это очень важный такой элемент. Рука превращается в куриную лапку. Значит, что я должен? Свою силу выпустить. Выпустить. Нет. Я выпускаю его же собственную силу. И он чувствует, как его сила истекает. Теперь я просто раскрываю и использую его же как бы энергию к нему. Так. Я могу уже его либо ввести, либо этот принцип, который имеет отношение к нему. Движение может быть вот сюда, вот сюда, за счет раскрытие. И вы же напрягаетесь. Вот. Вообще-то это надо. То есть послабше. Есть девушка. Можно девушка, пожалуйста? Пожалуйста. Можно? Включить сырой рукой вообще не могу. Держи, держи. Не пользуйся. Держи. Идея такая, что вырваться я не могу. Но ты давишь когда, да? Ничего себе надо, да? Ты давишь в одном направлении. Туда идет сила. Я ее, если я буду тянуть, то ты меня вытащишь всегда, да? Если я иду в другом направлении, да? Не в том, в котором ты давишь. Использую твою сила. Ты не выпьешь. Вот. Куда? Сюда. 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 Видишь? Там где ты давишь в одну сторону, в другом срываешь. Да. А дальше самое интересное заключается в том, что… А сливание дальше? Смотри, вот ты хватаешь, когда… Это уже пройдет. Передаправление. Да. Потому что в этот момент, когда ты хватаешь руку, я ее… Это понимаю. Когда схватил уже и держишь. Ну, что толку-то? Тут уже бессмысленная ситуация. Она в бою не существует. Потому что либо ты меня убил, либо я тебя убил. А когда идет некое агрессивное действие, захватывает, в этот момент происходит перенаправление. Второе. И выражающий удар в колено, в парку. Это в принципе… И объясняет, что когда… Вот эта вот ситуация, это уже поздно, понимаешь? Нет, больше ситуации. Ну, а вот реально, да, ситуация? В стойке? В стойке она начинается как элемент агрессии. Вот ты встал, ты должен умереть. Да какая разница? Нет, в венчуни нет такой стойки, как вы показываете. Ну, там пальцы. Нет, в венчуни… Вот стойка основная. Вот стойка, да. Она не страшная, абсолютно, да. То есть, вот я двигаюсь. Либо я стою уже, это уже как бы стойка, в которой есть определенная концентрация. Что здесь очень важно? Вот если вы сможете понять здесь, смотрите. Если есть давление, вот вы давите на руку, да? Я это давление обязательно пропускаю. Но я могу это давление еще и контролировать. Если, допустим, представить себе, что это серийное какое-то движение удара. То есть, вы давите, вы давите… Нет, я уже контролирую твою силу. Ну, правильно. Нет. Да, рука нет. Да нет, дело не в этом. Понимаете, дело тут не в силе. Вот я же вам объясняю, что сила, вот в венчуни, сила, раз, она вот уходит. Вот каждый раз, раз, сюда. Ну, это понятно. Давай самое простое упражнение, которое есть. Вы это должны достать до плеча. Но не дать достать мне. Не за счет скорости, а просто за счет чувствительности. Попробуйте, давайте. Да, да. Да, вот. Во-во-во-во-во, надо доставаться, да? А стола-то заряется? Нет. Нет. Ну, как? Вы, если сореваетесь, вы же проигрываете. Пока вы контролируете, вы… Нет. …действуете. Да. У вас руки меняют. Я подхожу просто ближе. Я просто подхожу. Здесь есть момент чувствительности. Я еще раз говорю. Но! Я могу сделать, чтобы он вообще не достал. Я просто буду контролировать его силы. Вот смотри. Вообще никак ничего. Я вообще ничего не буду делать. То есть вот только… Нет. Это не… Это ваша сила. Я ваша сила. Вы где моя сила? Я же с вас сопротивляюсь. Да ты все делай, так вы не сопротивляетесь. Вот. Вот. При этом здесь еще есть теория как бы локтя. В венчуне. В венчуне локоть не должен никогда подниматься, потому что удар идет сюда. А вы делаете защиту по ней локтя? Я объясняю. Локоть должен быть всегда опущен. Есть такие формы движения, но при условии, что ты контролируешь дальнейшие действия. Понимаете? Да. Да, локтя нет. Локоть, колено, голова. При этом смотрите. Вот если вы сейчас будете правильно чувствовать, вот есть давление, я пропускаю. Следующее движение ваше. Куда я? Контролирую локоть. Вот этой рукой. Да. Видишь, я дальше пропускаю ваш локоть. Да, неудобно. Да, неудобно. Я уже… Вот это… Вот эти принципы, они постепенно как бы вырабатываются и становятся уже, ну, скажем, на уровне бессознательных. Подсознание. Да, но подсознание. А захват какой-нибудь такой вот… Нет. Нет. Всем вот этот палец, где-то мучиться надолго не надо. Я же вам… Нет. Я просто… Артём. Артём. Да. Здесь проблема в том, что это не борьба. Там написано, это самая эффективная самозащита. Да, да. Я вам объясняю, что не дают возможность до этого дойти. То есть, как бы вас, если вас захватили, если вдруг… То есть, глазами закрыты, да, там чувствовать? Нет. Дело не бывает. Всегда видно, когда человек это делает. Понимаете? И задача именно – предотвратить эту ситуацию. А когда вас захватят… Вот представьте себе, допустим, если я захвачу ребёнка. Какой бы он не знал приём, пусть он там венчун или там, я не знаю, что угодно, я его всё равно как бы могу придавить. Согласен? Никакой приём реальный не может спасти человека в ситуации, когда он уже находится в тупиковых. Так. 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 Продолжение следует...